Страна узнала Евгения Смирнова осенью прошлого года. Чемпион России по брейк-дансу, потерявший ногу в аварии, принял участие в одном из самых популярных на отечественном телевидении шоу. Там-то его и приметили активисты фонда развития и поддержки социальных интернет-инициатив. Мы увидели Женю в проекте танцы на ТНТ и поняли, что он нам очень нужен. Этот человек открытый, харизматичный, и его пример нужно показывать сейчас молодежи, пытаться правильно объяснить, что такое инклюзия и инклюзивное образование вообще. То есть это в первую очередь для социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей-сирот. Молодой человек блеснул на кастинге танцевального проекта, но жизнь решил посвятить детям. Его самая большая мечта – инклюзивная школа танцев. Пока идея в разработке, Евгений Смирнов колесит по стране с открытыми уроками. Занятие в Брянске стало четвертым по счету в череде аналогичных событий. Сейчас я также продолжаю заниматься танцами, тренируюсь сам, ставим новые номера с девочкой, с моей подругой, с которой занимаемся. Помимо этого также открыли студию танцев для детей с ограниченными возможностями. Езжу по городам, пытаюсь донести, что ли, до детей, что нельзя отпускать руки, просто нельзя, то, что не нужно. Нужно идти вперед при любой проблеме. Нужно танцевать, жить полной жизнью, брать от нее все. Приглашение на мастер-класс приняли подопечные благотворительного фонда «Журавлик», объединение добровольцев «Ромашка» и школы брейк-данса «Ритмичный воин». Маленькие брянцы не только устроили гостю допрос с пристрастием, но и поучаствовали в танцевальном батле. Как ты на батле танцевал? Показать! Девиз Евгения Смирнова «Ни шагу назад». Эту мысль он всеми доступными способами несет в массы, прежде всего в детские. Танцор уверен, понимание толерантности, доброты и взаимопомощи формируется в юном возрасте. Нужно лишь направить ребенка, объяснить и показать. Люди хоть и разные, но заслуживают к себе одинаково хорошего отношения.